Приветствую гостей канала Дачный креатив, я Елена. Наконец-то я добралась до фикс-прайса. Первый раз я была в фикс-прайсе, я думала, что в нашем микрорайоне фикс-прайса нет. Просто я представляла себе, что магазин должен быть большой. Но вот случайно зашла на сайт фикс-прайса, посмотрела адреса магазинов, где у нас ближайшие. Я обнаружила, что в нашем микрорайоне тоже оказывается есть фикс-прайс. Поехали мы с мужем, там оказался малюсенький магазинчик и соответственно ассортимент соответствовал площади. Очень тесно, очень узкие проходы и конечно же ассортимент значительно меньше, чем тот, что я видела в обзорах, что я видела на сайте. Я себе запланировала много там купить что-то для сада, что-то для поделок, но, к сожалению, практически все, что я там себе напланировала, я купить не смогла. И теперь я думаю, что возможно в следующий раз там есть такая услуга, можно на сайте фикс-прайс сделать заказ и уже потом в магазине это забрать, там через какое-то время в ближайшем магазине. Так что в следующий раз может попробую сделать так. Ну а сейчас буду вам показывать. Приготовила чек, это у меня чек-копия чека, потому что на кассе, когда мы расплачивались, нам девушка-кассир случайно отправила аж лишних пять наименований по два раза. Но справедливости ради хочу сказать, что она сама это заметила, потому что мы могли бы и не заметить. Вот и ей пришлось все это нам заново пришлось из сумок вынимать, все заново перепроверять. Вот поэтому там зависли надолго и был возврат, они у нас чек отобрали, вот у меня вот такая копия. Так что очень плохо видно, взяла мужни на очки, потому что не смогу читать такую мелочь, очень мелкий шрифт. Так что начну показывать, что я купила. Мне очень понравилось, вообще ассортимент мне понравился, конечно, есть там какие-то вещи, которые там очень низкого качества, но есть и очень хорошие. Вот такие я купила бульонницы, такого веселенького цвета, там они были разного цвета, а были еще темно-зеленые такой цвет маршкой лавны, коричневые с рисунком. Ну вот муж захотел такие, ему понравилось, взяли такие. В принципе, это не очень принципиально, но так, яркий, симпатичный, веселый цвет. Так, стоят эти бульонницы по 55 рублей. Для тех, кто мало знаком с фикс прайсом, хотя, наверное, таких мало, цен там в данный момент по 55, по 77 рублей, по 50, по 199, по 99, вот такие цены. Значит, эти две бульонницы по 55 рублей. Дальше купили мы кухонные весы. У нас есть здесь, в Москве, кухонные весы тефалевские хорошие, но на даче у нас только один безмен. Безмен, конечно, не точный. Вот, и купили вот такие весы. Но эти весы, конечно, не для того, чтобы, наверное, взвешивать урожай. Ну, может быть, и для урожая, если не очень большими ставить сюда, не очень большой массой. Вот такие весы. Муж их протестировал, прекрасно работают, очень точно. Мы пробовали взвешивать здесь и, там, килограмм сахара, муку, сахар. В общем, взвешивали. Очень четко там разница. Но погрешность где-то грамм 5, но учитывая то, что пил, причем погрешность в меньшую сторону. Но это, наверное, даже не весы виноваты, а просто недовес. У нас часто бывает так, что написано там даже допустимая норма, плюс-минус там 5-7 грамм. Так что я считаю, что суперточные весы. Они леденькие, вот такие совсем. Ну, в общем, мы довольны этим приобретением. Весы стоят 199 рублей. Вообще, совершенно смешная цена. Понравились нам эти весы. Даже муж сказал, может быть, купить такие же вторые еще и домой, потому что они очень компактные. У нас антифалерские весы, они все-таки место занимают в них. Но они с чашей. Здесь чашень есть, можно, они электронные. Можно поставить какую-то емкость, сбросить вес этой емкости, уже взвешивать чистый вес. Так, дальше. Фонарь налобный. Я такие фонари в прошлом году, в запрошлом покупала на сайте Алиэкспресс. Очень они удобные, очень они нам нравятся. В таком ремешке на резинке. Одевается на голову и светит. Здесь, к сожалению, сейчас нет батарейки. Они комплектуются батарейками. Надеюсь, он работает. А еще не купили мы батарейки. Вот то, что я заказывала на сайте Алиэкспресс, он у нас проработал один сезон на даче. И потом, я не знаю, что с ним случилось, меняли батарейки, просто не работает. Но он нам очень пригодился. В прошлом году у нас осенью, к сожалению, случилась такая неприятность, мягко скажем, у нас загорелся, заискрил щиток электрический осенью, уже поздней осенью. И мы вызывали срочную электрику, нам все это отключали, переделывали. Но вот теперь и в темноте, то есть там подсвечивали мы какими-то фонарями, лампами, но все равно было темно. И вот дали электрику вот этот фонарь налобный, шикарно, конечно, работает. Вот для таких работ, когда темно, и нужна какая-то точная подсветка, очень удобно. Рекомендую. Не знаю только, как он будет работать, но очень удобно. Стоит он 77 рублей. На сайте Алиэкспресс я покупала за 100 с чем-то, по-моему, 161 или что-то в этом роде. То есть получается, что фикс-прайс даже дешевле. Хотя, как вы понимаете, все это приходит из Китая также. Наверное, фикс-прайс заказывают оптом, поэтому соответственно, цена такая. Хотя здесь написано на русском языке налобный светодиодный фонарь. Ну, производство, ну, конечно же, Китайская Народная Республика, конечно, Китай. Так, цены, я сказала, 77 рублей. Так, теперь, а что дальше? Так, здесь у меня что? Вот это сразу скажу, чтобы убрать. Полотенце универсальное, вот такая упаковка стоит 99 рублей. Рулон такой не толстый, достаточно, он такой диаметр у него небольшой, и сколько здесь полотенца, они, наверное, тоненькие очень. Для сравнения, в обе такие полотенца, ну, правда, там диаметр побольше, стоят 170 рублей, а здесь они стоят, так, полотенца, 99 рублей. Ну, они очень удобные, я всегда пользуюсь на даче и дома. Отрываете сколько необходимо, и можно все, что угодно вытирать. Так, дальше. Купили еще лазурную указку для нашей девочки, кошки, но муж ее разобрал уже, батарейки там пытался стоять, и что с этой лазурной указкой было не то. У нас можно было бы, если бы она стоила подороже, можно было бы пойти вернуть, у нас тут 50 рублей. Мы не увидели сразу, там батарейки такие, таблетками, они окисленные, то есть покупать нужно новые батарейки для этой лазурной указки. Так, теперь, что у меня здесь? Так, давайте, что здесь? Сначала, чтобы убрать. Так, вот это. Это силиконовая форма для выпечки. Стоит 55 рублей. Ну, можно и что-то выпекать, что-то выпекать можно, и я, честно говоря, взяла, опять же, я все примеряю на какие-то поделки на свои. Можно, я вообще планирую делать домик из бетона, из цементной смеси летом, ну, вот я, может быть, какие-то башенки буду делать, не знаю, в общем, посмотрю, может быть, они мне пригодятся, не уверена, но, возможно, они мне пригодятся. Значит, стоят эти домики, вот эта силиконовая форма, 55 рублей. Я, кстати говоря, хотела купить там формы, они называются формы для снега, пингвины, лисички, я видела в обзоре, и на сайте тоже они есть, но, к сожалению, в этом магазине их не было. Так, теперь, что у меня здесь? Так, это подставка под горячее, 77 рублей она стоит, такая подставка, она такая резиновая, для силиконовой, резиновая. Тоже, честно говоря, купила не как подставку для горячего, а тоже, думаю, что как-нибудь можно использовать в качестве трафарета или еще что-нибудь. В общем, не знаю, может быть, по назначению использовать, а может быть, буду использовать и для своих поделок. Так, теперь лопатки. Так, лопатка кулинарная, 55 рублей. Вот такие лопатки. Гнущиеся. Посмотрели мы, у нас было много таких лопаток, и вот эти отваливались, просто отламывались, была пластмассовая ручка, и они вот в этой части они отламывались. Здесь металлическая ручка, она довольно глубоко сюда заходит, так что, я думаю, удобная, очень эргономичная ручка, очень удобная. Значит, лопатки эти стоят по 55 рублей. Так, еще купила себе носки и гольфы. Я вообще мерзляк, шестяные, прям такие, даже жесткие такие, на дачу. Так, носки и гольфы. Сейчас, секунду найду. Так, гольфы 99 рублей, носки тоже 99 рублей. Носки, шестяные, женские, шестяные, вот такие, прям как самовязанные, такие носки, теплые. И гольфы, вот такие длинные, как раз на весну, когда еще холодно. Вот, очень довольна я носками. Шестяные носки, 99 рублей, я считаю, что это совсем даже не дорого. Так, перчатки, хозяйственные, 55 рублей. В упаковке 10 штук, то есть не 10 пар, а 10 штук, то есть 5 пар. На самом деле, это не очень уже дешево, потому что в аптеке можно купить перчатки дешевле. Но, купила так, чтобы всегда перчатки нужны, так что пускай будут. Так, подсвечник. Подсвечник вот такой симпатичный. Там были вот такие подсвечники. И были еще вот здесь не золотого цвета, а серебряного, то есть желтого металла. Ну, такой симпатичный, понравился он мне. Стоит он 77 рублей, этот подсвечник. Теперь вот это, этот контейнер. Так, ящик для инструментов, 99 рублей. Такой ящик, для инструментов. Он без разделителей. И когда я его взяла, муж сказал, зачем ты его взяла? Он без разделителей, неудобно, все там будет валяться. Но я взяла все равно, для не очень мелкой мелочи, а что-нибудь покрупнее туда класть, чтобы не ковыряться. На самом деле, он, конечно, такой пластмасса тоненькая. Он вот такой вот, достаточно хлипкий, то есть тяжелый, сюда не очень-то положишь. И не очень у него крепкий здесь замок, то есть защелочка. Хотя, в общем-то, в общем, вот такой тоже. Может быть, даже элементарно какие-то там для сада те же самые корневины, муравьиные и так далее положить можно. Так, туалетная бумага. Значит, туалетная бумага вот такая. Стоит она там 77 рублей. Ой, 99, сейчас секунду. 99 рублей. А для сравнения, муж посмотрел в ближайшем к нам магазине, в Ашане. Такая упаковка там стоит 170 рублей. То есть практически в два раза дешевле. То есть вот на даче будем ехать, надо будет закупить с такой только бумаги в два раза дешевле, почему бы нет. Так, дальше. здесь у меня. Пойдет по порядку, а то я очень много времени занимаю на поиске. Мне бы сейчас по порядку идти. Так, шнурки. Купили вот такие шнурки внучкам разного цвета. Здесь как бы они на защелочке, то есть вот эта упаковочка с шнурками это вот на левую ногу, например, на правую, то есть вот на одну пару обуви вот эти. То есть каждый шнурочек, он индивидуально застегивается, защелкивается. Очень симпатичные, так они тянутся немножко с защелочкой. Так, это стоит, шнурки стоят по 50 рублей. Так, дальше. Шнур вот такой, это муж взял, не знаю для чего, может быть для подвески, для какой-то. Шнур 55 рублей. Здесь 30 метров, диаметр у него 4 миллиметра. Я считаю, что недорого, 55 рублей. Так, теперь вот это. Это называется опора для растений. Это опора для растений, но мы ее брали, муж взял не в качестве опоры для растений, а в качестве шпажки, а для того, чтобы на мангале жарить шашлык и люля-кибаб. Мы в прошлом году жарили на березовых шампурах, но в этом году мы их не видим, нигде не купили. Вот, здесь не написано, из какого дерева сделано, а бамбук. Это бамбуковые, бамбуковые шпажки. В прошлом году мы жарили на березовых, но попробуем в этом году на бамбуках. Очень нам понравилось, очень детям, мы, конечно, металлические шампуры не даем, шампуры, чтобы они ели. А вот с этих они у нас прекрасно прямо с шампура едят дети. Так, а что, стоят они по 50 рублей упаковочка. Коробка подарочная. Купила вот такую подарочную коробку. Здесь она вот так, в стиле Прованс, вот такое у нее симпатичное открывание. Сейчас я ее, наверное, нет, я не буду ее открывать, я вообще хотела ее внучке подарить на 8 марта. Вот такая коробочка. Стоит она коробка подарочной стоит 99 рублей. Вот такая коробочка стоит 99 рублей. Так, теперь посуду. Значит, вот такой салатник. Очень мне понравилось, там они разного цвета, эти салатники. То есть, они все белые, но с разным рисунком. Очень удобно здесь защелкивается, вот таким образом. Она крепко защелкивается, достаточно. То есть, можно что-то приготовить салат какой-то и прям крышечкой закрыть и убрать в холодильник. 99 рублей стоит. У меня такой сервиз в такой же рисунок, в такой же гамме голубой. И у меня он подойдет к сервизу. Очень удобный. Так, сразу пройдусь по чашкам. Значит, еще купила три чашки. Чашка матовая, вот эта стоит 99 рублей. Такая чашка матовая 99 рублей. И вот эти чашки одинаковые стоят по 55 рублей. Вот такие чашечки. Есть написано кофе тайм. Такие. Тоже на дачу. Почему-то всегда на даче не хватает чашек, сколько бы мы ни покупали. Вот именно таких больших. Так, набор для творчества. Два вот таких набора я купила своим внучкам. Здесь открытка со вставкой. Потом, сейчас я покажу, открою. Так, здесь вот скотч крафт цвета такого, как крафт-бумага. Маленькие декоративные прищепки для белья. Стразы, пуговички, ленточка вот такая. И вот такая тетрадочка для записи. Так, и здесь еще наклейки. Здесь еще наклейки вот такие. карта Парижа и наклейки. Я думаю, что внучкам это понравится. Они у меня любят всякие такие вещи. Немножко разные они, чтобы они не путали. Здесь практически то же самое, только картинка другая. Немножко внутри в самой тетрадке. И ленточка другого цвета. красная ленточка. Так, это, я уже сказала, по 99 рублей. Так, вот эта тарелка. Сейчас найдем тарелку. Так, тарелка такая стоит 99 рублей. Чем мне понравится эта тарелка, опять же, вот я, то, что я покупала в Икеа, такую сервировочную подставку, и у меня на даче я показывала в видео, где я показывала закупажные свои работы, у меня блюда для рыбы. Я патинировала медью и окисленной медью, то есть с обратной стороны, и получился очень красивое блюдо. Вот я хочу в компанию к тому, к рыбному сделать еще вот такую, тоже запатинирую медью и окисленной медью. Будет очень красиво, я буду делать, тогда летом все это вам покажу. Так, поднос. Очень мне понравился этот подносик, мне понравился принт у подноса, он маленький и такой компактный, достаточно, симпатичный, очень эргономичный. Вот у него здесь сделано, такой удобненький поднос. Так, поднос. Поднос стоит 50 рублей. Вот такой поднос с таким принтом стоит 50 рублей. так, ну это для посуды. Так, здесь не написано. Так, это коврик для посуды 55 рублей. Вот такой коврик, они там разного цвета, красные, зеленые, еще много других ковриков, я все это в обзоре вам показала. Все в обзоре показала, там будет стенд с этими ковриками, будет видно другие коврики. Так, теперь вот это. Это у меня называется кофр подвесной. Сейчас найдем кофр подвесной. Так, 77 рублей. А, вот здесь цена здесь, цена есть 77 рублей. Сейчас я его открою, покажу. вот он двухсторонний, двухсторонний, значит, здесь вот такие кармашки, постараюсь так, чтобы было видно, вот такие кармашки с этой стороны и то же самое с этой стороны. Здесь вот такие большие кармашки. Удобно что-то положить. Не знаю, я этим, правда, еще ни разу не пользовалась, но попробую. Так, 77 рублей. Так, Не удержалась, как Плюшкин, купила вот такие губки при упаковке по 29 рублей. А я их использую в Докупадже, если я работаю методом туповки. Очень удобно. И вот такая упаковка здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук стоит 29 рублей. Так, теперь оставите у меня вот такие вот еще салфетки, сервировочные салфетки по 27 рублей 50 копеек. Вот такой принт. Понравят, там они разные были, мне понравились вот такие. тоже это все будет в видео, посмотрите. Так, что у меня здесь еще. Так, ну все, остались две коробки. Значит, я купила вот такие две коробки. Вот они у меня, значит, две вот такие и две такие. Вот эта коробочка стоит. Так, сейчас, секунду, коробка складная. обе они и та и другая по 99 рублей. Значит, такая коробочка. Здесь ручка, закрывающаяся, вот здесь на липучке закрывается коробка. здесь вставка для уплотнения вот такая. Вот, что мне не понравилось. Мне в этой коробке понравился принт, расцветка, но не понравилось то, что она клеенчатая. С другой стороны, конечно, может быть, это и хорошо, можно просто протереть тряпочкой. Ну, вот как-то клеенчатая, мне не очень нравится, но все равно взяла две штуки. Так, и теперь вот такая вторая. Вторая тоже с крышкой. Вот она уже, я их по две штуки взяла, вот она уже в собранном виде. Вот такая. Она, конечно, очень-очень такая подвижная. Дно, хоть и есть вставка, но тяжелая туда ничего не положишь. Но если только хранить, но для переноски, конечно, не подойдет. Но если в какой-то шкаф на стеллаж поставить, то очень удобно. Единственное, что неудобно, то, что нет ручки. То есть, легко придется, вот, например, поставили в какой-то стеллаж и придется его так выдвигать. Но все равно удобно. Я считаю, что когда сложить даже элементарно подушевую у нас, например, на даче, сложить сюда, например, полотенца или что-то, чтобы они не полились, очень даже удобно. Вот. Но теперь уже, собственно, сам обзор. Магазинчик небольшой, обзор будет короткий. Теперь я попробую, как и хотела, попробую заказать на сайте Алиэкспресс, ой, на сайте Фикс Прайса заказать то, что мне приглянулось, то, что я хотела купить, но, к сожалению, в этом магазине этого не было. И закажу и так, чтобы можно было забрать из нашего ближайшего к нам магазина. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok